Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей лекции, что такое право, понятия и признаки. Основные вопросы, которые мы должны с вами рассмотреть, представлены на слайде. Итак, первый вопрос. Основные значения слова «право». В любой науке есть центральное понятие. В юридической науке, как вы уже догадались, это понятие «право». Его можно рассматривать в трех значениях. В первом, как систему особенных правил и отношений. Во втором, как меру свободного поведения, то есть как правомочие или субъективное право, область вашей юридической свободы. И, наконец, в третьих, как юриспруденцию, то есть науку о праве. Кратко расскажем об этимологии слова «право». Слово «право» впервые появилось в древнерусских источниках в конце X века н.э. На протяжении долгого времени существительное ненаречие слова «право» в зависимости от контекста употребления могло подразумевать установление, закон, юрисдикцию, свободу действий, власть, обязательства. Право часто связывалось с рассмотрением дела в суде. Словарь древнерусских правовых терминов содержит такие примеры употребления слова, как «стоять и вправе», то есть судиться, к праву стати, предстать перед судом, к праву поставити, представить в суд. Правовой или правой грамотой в судебнике Ивана Третьего называли копию судебного решения в пользу лица победившей в споре. Ну, как же нам объяснить такое использование слова? Изначально наречие, теперь мы говорим о наречии. Право обозначало прямо по прямой линии, правильно, верно, справедливо, честно. Это совпадение подчеркивает, что слово «право» изначально вкладывалось в представление о чем-то истинном, верном. Право, как нечто правильное, задает человеку верное направление, последовательно, прямо ведет к установлению истины. По мнению французского филолога, обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Латинское слово «юз» – «право», от которого, кстати, произошло слово «юриспруденция», «юрист» обозначало формулу указания на правильный порядок вещей. В рамках своеобразных ритуальных действий судья или арбитр устанавливали, как правильно прийти к верному состоянию, в котором царит гармония и нет неправды. Впоследствии в русском словопотреблении наметилось рассмотрение правового как особенного аспекта правого, а затем и постепенно вычленение права из правоты. Современное значение права, как именно система норм, приобретает в XVIII и XIX веках. Благодаря влиянию Западной Европы право начали ассоциировать с актами и велениями государства. Схожая эволюция произошла и со значением слова «закон». Если раньше слово «закон» ассоциировалось с ветхим или новым заветами, то сегодня закон считается исходящим от государства, ни бога, ни природы. Именно государство создает законы, которые и называются ключевыми источниками права. Таким образом, мы рассмотрели, когда впервые появилось слово «право» в древнерусских источниках, в каком контексте употреблялось слово «право» и в какое время слово «право» приобретает современное значение, именно как система норм. Следующим вопросом мы с вами рассмотрим соотношение объективного и субъективного права.